Информационная картина понедельника в прямом эфире на репортере. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Сегодня в апелляционном суде Одесской области должны были рассмотреть апелляционную жалобу фигуранта дела 2 мая Сергея Долженкова, однако заседание перенесли. Прокурор Григорий Богомолов заявил, что жалоба составлена с дополнениями и он не успел с ней ознакомиться. Сразу после вынесения оправдательного приговора всем подсудимым по делу 2 мая СБУ задержала Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Им вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В тот же день Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения для них 60 суток содержания под стражей без права на залог. И в субботу вечером в Татарбунарском районе на обочине нашли труп 16-летней девушки. Как оказалось, она накануне пошла на дискотеку в соседнее село и не вернулась. На пошуке дитини был ориентован весь особовый склад полиции. Протягом кількох годин полицейские знайшли тело, зниклое в лесу СМУЗе Белосела дивизия Татарабунарского районного детской области со следами насильницкой смерти. Предполагаемого убийцу задержали. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Он признался всадеянным и рассказал полиции, что сначала забрал у девушки телефон, потом изнасиловал ее, а после чего задушил. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». И серьезное ДТП с участием экипажа патрульной полиции произошло сегодня днем на перекрестке Николаевской дороги и переулка Векслера. Полицейский Приус на большой скорости врезался в поворачивающую с переулка на шоссе Таврию. Очевидцы говорят, что до столкновения полицейские сирену не включали. Я шла с ребенком, с маленьким и чуть постарше со школы. Мы шли по этой дороге. Светофор горел красный. Машины уже все остановились. Все стояли машины. На Таврии выезжал потихоньку. И сумасшедший просто удар. Сумасшедший. И потом только включилась сирена. Мы поняли, что это милицейская машина ударилась только после удара. Она врезалась в бордюр и ехала потом сюда дальше. Мы очень испугались. Начали дети плакать. И уже подошли, когда уже увидели, что произошло. В результате столкновения пострадал 62-летний водитель Таврии. Родственники говорят, что у мужчины перелом руки и есть подозрение на повреждение ребер и сотрясение мозга. На данный момент его забрали в больницу, в еврейскую, насколько я знаю. Все, что сказали врачи, это перелом руки. Ему будут делать рентген ребер. То есть, ну, проверять на наличие повреждения и так далее. Но по телефону я с ним разговаривала, в принципе. Ну, как большого состояния он уже отошел. Ну, я не знаю насчет этого. Он еще головой ударился. Может, сотрясение. Ну, как мне говорят. После того, как мама подошла поговорить с милицией, все, что ей сказали, это то, что он сам виноват. То есть, сама вот эта фраза прозвучала «он сам виноват». Я не знаю, как это воспринимать на самом-то деле, но... Все, что я увидела, когда шла со школы, это машина, скорая помощь и мама, бабушка всех трясет. В управлении патрульной полиции факт ДТП подтверждают, но подробностей пока не сообщают. Сегодня на Николаевской дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля. На место выехали сотрудники, которые оформили материалы ДТП. Причина данного происшествия будет установлена в следствии. В ведомстве ждут окончательного вердикта следствия, который установит подробности причины и виновника дорожно-транспортного происшествия. Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней Татьяны Маснюк останется под стражей как минимум до 1 декабря. Киевский райсуд Одессы продлил ему срок содержания под стражей на 60 суток. Также обвинительный акт в отношении подсудимого направлен в апелляционный суд Одесской области для определения подсудности. Об этом ходатайствовал адвокат потерпевших Николай Стоянов. Юрист поясняет, что это необходимо для того, чтобы в будущем приговор суда нельзя было отменить по процессуальным причинам. Так как обвиняется в совершении двух преступлений, совершенных на территории Беляевского и Авидеопольского района, но досудебное расследование осуществлялось киевским отделом полиции, то возник вопрос по подсудности. И нарушение правил подсудности может повлечь за собой в последующем безусловную отмену любого законного обоснованного решения только по этому формальному основанию. И дабы избежать подобных инсинуаций со стороны защиты, которая в последующем не сможет отменить любой приговор, решением Киевского района суда города Одессы. Сегодня обвинительный акт был направлен в апелляционный суд Одесской области для того, чтобы апелляционный суд Одесской области определил подсудность за одним из районных судов Одесской области. В мае текущего года в лесополосе за городом нашли тело молодой студентки Татьяны Маснюк. По подозрению в убийстве правоохранители задержали таксиста Андрея Пейчева, подвозившего девушку. Он пытался снять деньги с банковской карточки убитой. После задержания таксист сознался еще в одном убийстве. Теперь мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. И пожар в эту субботу в доме Руссова произошел в результате поджога. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Очаги возгорания были в подвале и на деревянных перекрытиях второго этажа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных машин. Причина возгорания было заграние в подвальном помещении 100 метров квадратных. И по причине возгорания, занесения источника, зажигания изне неустановленного лица. Купишь, подпал. За последние три года финансирование Одесского областного госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны сократилось почти на 30%. Из 165 штатных сотрудников фактически работают только 105. Об этом сообщил главврач госпиталя Петр Волков. Также, по его словам, наблюдается острый недостаток кадров. В нервологическом отделении госпиталя работает только один врач. Мы работаем уже третий год не в полную силу. Если смотреть в процентном соотношении, из того, что мы можем принять, мы где-то на 70% работаем. При этом такое же у нас и финансирование. Если в прошлые годы, до 2014 года, мы всегда хвастались, что в нашем регионе достаточно финансирования, у нас деньги остаются с переходящим коэффициентом на следующие годы, то сейчас мы можем сказать, что живем с колес, и не всегда еще эти колеса крутятся так, как крутится время. Потому что вот это прозоро, которое сегодня ввели, оно для нас оказалось очень трудноосиливаемым. Мы не можем найти ключи, как быстро, правильно провести эти процедуры. В Одесской мэрии планируют массовое строительство многоуровневых паркингов. Для этого разработают городскую целевую программу. Сейчас в городе постоянно находится порядка 450 тысяч автомобилей, которым не хватает парковочных мест. Многоуровневые паркинги помогут разгрузить центр города. В департаменте транспорта уверяют, что построить такие паркинги можно будет всего за 7 месяцев, и каждая обеспечит от 500 до 1200 паркомест. Вот те предложения, которые есть уже сегодня у нас, у нас есть уже 7 площадок, которые мы можем рассматривать. Сами площадки это и в Киевском районе, в Приморском районе, ну, по порядку улица Водопроводная, улица Лазарева, улица Вильямса, улица Глушко, улица Бабеля. Одесская область занимает 14 место в Украине по количеству психических заболеваний. Об этом сообщила замглавврача областного медцентра психического здоровья Алена Артеменко. По ее словам, до 1 января текущего года за психологической помощью только в нашем регионе обратилось более 64,5 тысяч человек. Однако за первые полугодия этого года это количество возросло еще на тысячу. Более 55% обратившихся горожан страдают от психозов. Кроме того, в Одесской области на 1 января текущего года зарегистрированы 89 попыток суицида, 12 из которых с летальным исходом. По Украине на 1 января у нас данные есть зарегистрировано было 626 человек, которые совершили суицид. По Одесской области эта цифра значительно меньше. Это 89 человек, но, к сожалению, 12 человек – это завершенные суициды. То есть те люди, которых спасти не удалось, которые свою задуманную цель все-таки осуществили. Что касается нашего центра непосредственно, у нас открыт реабилитационный центр для оказания уже реабилитационной помощи не только людям с психическими нарушениями, но и для участников АТО. И первое поражение при новом тренере после трех ничьих под руководством Олега Дулуба Черноморец был разгромлен на своем поле Полтавской Ворсклой. Несколько попыток открыть счет хозяевами в первом тайме успехом не увенчались, а вот гости открыли счет на 32-й минуте матча. Скляр вытянул на себя оппонентов и отпасовал на Ребенка. Павел перевел на кулача и тот в касание пробил в ближний угол. Удвоил счет во втором тайме Кадемиан, подставив ногу под неточный удар Пердутой. Точку в матч поставил Коломоец, воспользовавшись скидкой Адарюка 0-3. В следующем туре моряки примут на своем поле Киевская Динамо. И Одесса открывает новые виды спорта. Первый всеукраинский турнир по Макатакай карате прошел в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Более 200 спортсменов боролись за путевки в сборную страны для участия в Кубке Европы. Дмитрий Богомолов продолжит тему. Всеукраинский турнир по Макатакай карате в спорткомплексе Международного гуманитарного университета стал презентацией этого вида спорта в Украине. Из разных уголков страны в Одессу приехало более 200 спортсменов различных возрастов. Все борются за возможность полететь на Евро в Италию в составе сборной. Это в Украине новый стиль боевого искусства. В наших соревнованиях присутствует Киев, Киевская область, Одесса и Одесская область. Исходя из этого пока потенциала, мы будем формировать сборную, которая будет уже в ноябре месяце поедет на Кубакеву. Несмотря на новизну этого вида спорта, это далеко не первый чемпионат по карате, который проходит в стенах спорткомплекса МГУ. Это добрая традиция, что у нас, нас принимает этот международный университет. Кивало Васильевич дает нам всегда зеленую улицу. Это уже второе соревнование. И уже он пригласил нас. И то есть это будет дальше продолжаться. Друзья, я вас искренне поздравляю с сегодняшним открытием отборочного чемпионата Украины по боевому искусству карате. Я желаю всем участникам нашего соревнования крепкого здоровья. Хочу, чтобы вы всегда были победителями и отставили честь нашей страны и, естественно, нашего региона, города Одессы и Одесской области. Праздник у вас, дорогие друзья! Отметим, что на базе университета открыт центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, где студенты проходят серьезную теоретическую и практическую подготовку. Их обучают основам рукопашного боя, стрельбы из огнестрельного оружия и строевой подготовки. Хотелось бы отметить, что президент Международного гуманитарного университета, академик Ивалов Сергей Васильевич, очень много уделяет внимания развитию молодежи, в частности студенческой молодежи. В Международном гуманитарном университете при его активной поддержке создан центр боевой подготовки, где уже студенты экономика правового колледжа, где студенты Международного гуманитарного университета получают навыки, основ самообороны и тактика специальной подготовки. Спорт – это сама дисциплина, но с помощью спорта я вырос дисциплинированным человеком, спокойным и могу помочь другим, если они сталкиваются с разными трудностями. Я помогаю тренеру в экономико-правовом колледже, у нас там есть кружок самообороны, где ходят студенты. Макатакай каратэ отличается от других видов боевых искусств максимальной приближенностью правил к реальным условиям поединка. Такой вид подготовки бойцов можно применять и в полиции, и в нацгвардии, и в погранвойсках. Легко осваивают технику даже девочки. Я занимаюсь им три года. Я учусь, чтобы если меня кто-то в жизни будет обижать, я могла дать сдачи. Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». И Одесситка возглавила рейтинг сильнейших шашисток планеты благодаря высоким результатам на международном уровне. За последние несколько месяцев Виктория Матричка улучшила свои позиции в мировой классификации. Речь идет о стоклеточной доске, опубликованном 1 октября в списке лучших шашисток планеты. Матричка поднялась на первое место в активе Виктории 2238 баллов. Это на 10 пунктов больше, чем у представительницы Латвии Зои Голубевой и россиянки Матрёны Наговицы. На этом пока все. Оставайтесь с репортером. Дальше больше. Счастливо.